Добрый день, Украина! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 30 октября 2017 года. Я сегодня побывал, скажем так, в гостях по адресу улица Синная, 10, город Полтава. Почему меня туда позвали? Я вам объясню. Последних 12 лет люди настоятельно просят отремонтировать крышу. У них достаточно серьезная проблема с крышей. Последний этаж, пятый или четвертый, я, честно говоря, пятый, похоже. Люди пожилые живут, пенсионного возраста, 70-80 лет от роду. У многих течь крыши выражается в том, что потолки уже на последнем этаже у людей протекают. Буквально на днях вчера-позавчера был мелкий дождь, и уже видно, что есть пятна, опять у людей течь. И причем у некоторых даже по месту подвешивания люстры. У одной пожилой женщины я увидел проводку уже в пластиковом коробе проложено, потому что, ну, по-видимому, уже достаточно серьезная проблема. Еще раз, это длится 12 лет. Люди стучат во все двери, получают кучу разных отписок, отговорок, чего угодно. Люди обращаются ко всем, кому угодно, но вот что мне интересно. Депутат по этому дому, по этому району, по этому выборчему району является Белошова Лилиана Ивановна. Я хотел этот репортаж подвести под проект «Як працюешь депутат?». Ну, получается, нам проще делать репортаж о том, як не працюешь депутат. К сожалению, люди даже не знают о том, кто у них депутат городской. Я нашел эту информацию, кто там депутат на сайте, все официально опубликовано. Но и депутат не знает о том, что у людей проблема. То есть, когда предвыборная кампания идет, депутат находит возможность, идет к людям, уговаривает их, находит какие-то аргументы, чтобы за него проголосовали. А когда выборы закончились, вот уже нынешняя каденция скоро два года, а депутат не знает, что у людей. Я знаю, просто есть ряд депутатов, не хочу сейчас называть фамилии, которые сами идут к людям, ищут, что у них, не слава богу, и пытаются тем самым помочь. Но таких депутатов крайне мало. Есть депутаты, например, меня спрашивали совета обратиться к депутату Полищуку. Я рекомендую к нему обращаться. Но проблема в том, что депутата Полищука странным образом сейчас пытаются вынудить, чтобы он сложил в себя полномочия депутата. Но люди неспроста меня о нем спросили, потому что знают, что довольно много этот депутат сделал по городу. По городу, не по своему выборчему округу, а именно по городу. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Также я заметил интересную вещь. Там в основном с крыши начались проблемы довольно серьезные, когда Киевстар протягивал свою линию интернет. То есть киевстаровцы похабным образом вскрыли слуховое или смотровое окно. Сейчас туда забивает дождь. Пойдет снег. Мне сказали, что в прошлом году и снег туда падал. Они чистили там все от снега. Потому что все течет. Течет, течет, течет. Ну вот такая вот ситуация. Сейчас внимательно я прошу посмотреть интервью. Женщина дает. Ну и параллельно я покажу то, что я увидел. Увидел, конечно, сложную ситуацию, которую, мне кажется, давно бы пора решить. Тем более, что люди обращались еще к Андрею Селедовичу Матковскому, будучи, когда он был мэром, исполнял обязанности мэра или мэром. Как вам удобнее, так и понимаете. Но, к сожалению, в ОЗИ ныне там ничего не меняется, все на месте. Имеем то, что имеем. Смотрите. Ерохова Валентина Ивановна. Скажите, на каком адресе я сейчас нахожусь? Улица Синная, 10, квартира 16. Что у вас происходит и что больше всего вас беспокоит? Больше всего беспокоит кровля над домом. Уже с 2009 года в эксплуатацию надстроенных два этажа. И с этого момента никакого ремонта не производилось. Начали бить тревогу еще в 94-м году. Начали с ЖЭКом. ЖЭК никаких я не принимал. Тогда 6-й ЖЭК был. Потом мы обратились к Матковскому мэру. Он направил в горжевое управление. Оттуда нам пришло письмо. Это в 2005 году уже. Пришло письмо, что во втором квартале будет произведен ремонт вашей крыши. Но никто так и не сделал. Дальше мы снова писали. Снова на мэра. Уже потом и мамай, и мамая писали. И все обещали. То в 2009, то в 2010, то в 2011 году. И мы писали на председателя облисполкома. МОМОН был тогда. Они тоже что же. Они направили им в горисполком. Горисполком им ответил, что будет выполнено на следующий год. Включено в план. Потом, в этом году уже мы усиленно начали заниматься. Потому что, когда снег, во все дырочки он загибается. И нам приходится на чертах их скидывать через слуховое окно. Дальше у нас слуховое окно вообще выбито. За счет того, что Киевстар с того дома перебрасывает провода на наш дом для интернета. И там выбили окно. Мы прикрыли кое-как дверью старой. Но плотно она не прилегает. Оттуда и кусок шифера там выбит. И теперь над ее квартирой, над моей квартирой. Вот над 17-й и над 16-й. Там вообще будет залито. Вот дальше. Мы в мае месяце написали письмо снова на мамая. Он направил своему заместителю. Заместитель направил управление жилищно-коммунального хозяйства Синельнику. Вот ответ пришел от Бардинова, заместителя. Бардинова написали, что в этом году не будет выполнено, а будет выполнено в следующем году. То есть, и так из года в 18-е. Из года в год. Дальше мы не стали ждать. Написали и в ЖЭК письмо, чтобы хотя бы застеклили окна, потому что все же окна у нас побитые. И окно, чтобы вставили. ЖЭК нам ответил, что эти работы они не выполняют, потому что это выполняет специальное ремонтно-строительное управление. При жилищно-коммунального хозяйства Синельнику. Синельнику поставили. Вот. Потом поставили счетчик тепла. А как же можно ставить счетчик тепла, если, по сути дела, мы будем улицу обогревать? У нас, во-первых, изоляция была положена на чердаке. Там верхняя разводка отопления, и там трубы проходят. Оттуда подается отопление. У нас подвала нет. Поэтому там повреждены вот эти же изоляции. А дальше было покрыто стекловатый потолок на чердаке. Теперь, ввиду того, что мы выбрасывали там снег, ну, это и вода вот течет, оно все, уже нет практически изоляции. Значит, будем обогревать воздух. И там же стеклов нету тоже. Так, дальше при яме тут они уже 40 разрушили. Там доски лежат, щели. Там же ногу можно даже сломать. Вот. Мы тоже же говорили, написали и туда, в теплосеть. Они им ответили, мы закрыли. Закрыли досками. Вот. Дальше я ходила от имени жильцов на прием до синельника, начальника горжилуправления. Вот. Он даже не стал смотреть мои материалы. Я с фотографиями пошла. Все. Где нас трясками закрыто. Где слуховое окно открыто. Все. Потеки все сфотографировала. И, а, еще была у нас мастер ЖЭКа. Она приходила, все обследовала, все квартиры, дала заключение. И составила дефектные ведомости о том, что действительно срочно в этом году нуждается в ремонте. Замени крыши, замени окон, покраски газопровода. Потому что он уже, не дай бог, что случится. А потом, кто будет виноват, он все ржавчина на этом. Вот. И козырек над... Ну, в общем, все писала, прочитала. Нам письмо и отправила. И нам такое же письмо пришло ответ. Вот. Что они, у них нет никаких работников. Это выполняется только ремонтно-строительным. Я после этого пошла, выдержала где-то, наверное, недели три. Пока тоже письмо от ЖЭКа дает, чтобы они разобрались. И пошла на прием. Они сказали, не будет приема, мы собирались с соседкой 17-й квартирой идти. Но я все же таки пошла. А прием был на самом деле. Они специально по телефону, наверное, говорят, чтобы меньше людей приходило на прием. Я пошла вот с этими всеми письмами, которые им же посылали, мы копии. Вот. С этой фотографией. Он даже не стал смотреть. Он на монитор посмотрел. Я наша улица сказала, на следующий год. Я не ухожу. Я говорю, ну что ж, сейчас. Я говорю, нам поставили счетчик. Что ж мы в два раза больше будем платить? Он, ну ладно, к вам придут. Вот. Дайте телефон. Я дала телефон секретарю, которая у него была там на приеме. И Елена Николаевна перезвонила телефон, чтобы у меня не будет, чтобы было кому-то соседки с 17-й квартиры. Вот. Хорошо. Я говорю, когда придут? На этой неделе. Ну и уже подходит пятница, никого нет. Я звоню этому секретарю, которая была на приеме. Она говорит, не знаю, в общем, позвоните человеку, который давал ответ вам на ваши письма. Я дала номер телефона, я позвонила, это Марина Алексеевна. Вот. Она сказала, если 15 сентября будет заседание ворсовета, если выделят дополнительные средства, значит, тогда будем ремонтировать ваш дом. А я говорю, а если не будет, ну тогда подручными средствами что-то будем делать. Вот. Я дождалась 15 сентября, а потом в бизнес-афише прочитала, что выделили средства, ну, на все там. И на ремонт, ну, не конкретно по нашему дому, на ремонт кровли, всего там это, кому куда, на школы, там сколько, тысяч, все. Я звоню. Она в отпуске, говорят, другие ничего не знают. Потом я перезвонила ей, вот, ну, может, две недели назад или две недели назад, вот, она говорит, ну, мы, в общем, не будем в этом году ремонтироваться. А, мы еще написали представителю президента, ну, этому, главе администрации, Голубкову. Ну, оттуда что же, последовал нам ответ, то, что они ответили, то и они ответили, что в 18-м году ваш будет этот дом ремонтироваться. И так из года в год, вот, все. А вы к депутату кому-то обращались? Дальше написали Матковскому. Как это самое, и ответа нету до сих пор. Мы, я звонила помощнику, дали телефон нам, когда же вы дадите ответ. Когда нам гороскопом даст ответ, тогда и мы вам дадим ответ, потому что, ну, в общем, все оговорки. Скажите, вы знаете территориально, кто ваш депутат городской, районный? Нет, не знаю. Не знаю. Я знаю, я знаю, не говорили, но я забыла. Вот, написали, как, ну, он же тоже, я знаю, что за него он был в списках, когда мы голосовали. Матковский вы имеете в виду? Был в списках, конечно. Матковская мы выходили, я говорю, Матковская мы вставила, там письмо ему, вот. И потом же, это, потом она говорит, значит, не будет в этом году, отмечает, я говорю, так, а дали дополнительное финансирование, не будет ваш дом на следующий год. Я говорю, ну, так, а что нам делать, я говорю, теперь все, опять снег выкидывать, опять это. В общем, мы дали письмо ЖЭКу, чтобы они подручными материалами застеклили окна, в общем, закрыли слуховое окно, и что можно сделали на крыше. Я звоню приемную ЖЭКу, это письмо. Это надо искать, это долго. Если можно, если мы сможем это сделать, значит, сделаем. А нет, значит, мы им дадим отписку, типа того, что мы не можем сделать. И вот, в общем, заколдованный круг.